Добрый-добрый-добрый день всем! К какому-то одному мощному масс-файту стекается у команды Natus Fincer. Со стороны Basically Unknown более-менее разбросана сама комбинация. Во-первых, Бестмастер, скорее всего, идущий на мид-лейн. Брудмазер вполне может для Шачло отправиться в сложную. Скоро Смак Гирокоптер тут не зайдет одна комба, а зайдет другая. Бруда, по сути, должна сама сжирать целую линию. Целую линию. И если Бруда не съест целую линию, то у команды Бесиклян будут проблемы. Пока что по пику Natus Fincer чем отпушивать? Допустим, Бруду есть. Квапа через Scream of Pain, в принципе, всех тараканов забирает. Да и Undying со своим Томстоуном, понятное дело, что очень много даже денег заработает. Да и Soul Reap Undying, при учете Бруды со всеми ее тараканами в куче, конечно, Soul Reap залетает дичайше от Undying. По расстановке лайнов. Дезраптор, скорее всего, будет для Санейка. Я думаю, Undying вполне может зайти у нас для... Undying может вполне зайти для... Так, а где? А где вот? Да, для Артстайла вполне может зайти у нас Undying. Дезраптор для Санейка. Кентавр. Я думаю, что мог бы быть для Фаника на сложную Пугна. Для Хвоста Хост уже играл на Пугне. И Queen of Pain. Queen of Pain для Дэнди в мидлейн. Тут, собственно, думать нечего. Ну, хотя комбинации, конечно, есть у Natus Vincere. Главное посмотреть, что тут Basicly Unknown и какая у них будет расстановка. Вообще, для Natus Vincere конкретной привязки к какой-то линии я не наблюдаю. Со стороны Basicly Unknown сложная, скорее всего, Брудмазер. Гирокоптер фармит легкую. Бесмастер мидлейн. И Skyros Max оппортит у нас гирокоптера. Ника будет играть на гиро. Это, в принципе, тут вариантов немного. Ну и необходим еще один саппорт. Забанили Шейкера. Игроки команды Natus Vincere. Огрмак. Огрмак. Жирный, сильный, двухголовый Огрмак. Тот, который может впитывать дэмэдж. Тот, который может не просто кастовать что-то, а ходить и бить дубиной. Причем бить без вопросов. Абсолютно. Который не так зависим по хеллспоинтам. Который сам по себе достаточно мощная фигура. Ну и который дэмэдж от команды Navis может впитывать в себя и не умирать до того, как сам раскастуется. Пауза со старта. Почему? Зачем? Все. Паузу отжали. Это я делаю. Давайте сразу по героям разберемся, кто кого забрал. Со стороны команды Basicly Unknown. Ирайз берет себе Бессмастера на мидлейн. Формить на Гирокоптере будет Ника. Стомонен будет играть на Огрмаге. Пью Ривел играет на Скайресмаге. И Шачло на Брудмазер. Со стороны команды Natus Vincere. Как и предполагалось, Undyne забирает себя от стайла. Хвост будет играть на Кентавре. Дэнди берет себе в мидлейн пугну. И Фаннинг будет играть на Квин оф Пейнт сложный. А Санейка будет играть на Дизрапторе. Тут, собственно, других вариантов быть не могло. Ну, это хорошо. Пугна на мидлейне. Это не то, чтобы прям совсем хорошо. Но это интересно. Это как минимум. Вообще за Na'Vi интересно было наблюдать на всех этапах. Basic Leonol не такой грозный соперник, как те же Empire, как те же Virtus.Pro, Alliance. Поэтому здесь Na'Vi могут попробовать некоторые комбинации, которые не позволят им попробовать в игре против себя. Например, скажем, Империя. Или кто-нибудь еще более-менее серьезный. Basic Leonol, по сути, не самый мощный коллектив. На нем можно тренироваться. Не так, чтобы об них прям ноги вытирать. Но тренироваться можно. Какие-то более-менее нехименные комбинации могут и пройти. Хвост у нас впитывает кучу дэмэджа от Ника. Влетают голуби в хвостах. Хвост на ЛОХП. Хвост в таверну. Попробовали комбинацию. Go next. 1-0. Начало для Basic Leonol более-менее радужное. Ну и мейн-керри команды Na'Vi. Хвост Александр Дашкевич отправляется у нас в таверну. И возвращаться будет на линию уже с таверной. Есть ли ТП для хвоста? Купите кто-нибудь ТП хвосту. Купили. ТП-шку хвосту. Хвост идет вниз у нас вместе с Фаником. И Фаник улетает на топ-лей. В итоге Фаник у нас будет стоять на топ-линии. Скорее всего трипла сместится вниз. Триплой будут гнобить здесь бруду. Надо тогда и артстайлу перемещаться. А где еще один герой? Na'Vi вроде в пятером играет. Где пятый? Вот он пятый. Санейка по вражескому лесу гуляет. Собирается здесь забрать Курьера. Ничего у него толком не получится. Хотя и Райс в принципе может обузить Курьера. Батлу пополнять постоянно. Но пока неизвестно. Пустая батла у битсмастера. Об этом знают. Курьер к нему не идет. И Санейка здесь в принципе без дела стоит. Хвост в это время стоит в соло против Шачло. Шачло на Бруде. Бруда разумеется в вебе. ХП реген большой. Бруда может себе позволить и Хвоста бить. И крипов Денайт это особенно не проблема. Да, Хвост играет на кинте. Хвост у нас играл иногда и на Брюмастере. Это было так здорово на интернешнл последнем, что аж до сих пор слезы у меня не высыхают. Денди на пугне 7 на 1. Райс на битсмастере 7 на 0. Денди без батла, как я смотрю. 400 голды есть у Денди. Еще немного до батла необходимо насобирать. Санейка приходит у нас вниз к Шачло. У Санейка есть Сентри Варт. Но у Шачло тоже, если что, есть Сентрик. Сейчас Шачло поймет, что не работает его инвиз. Я так понимаю, должен. Да, теперь он понимает, что где-то здесь есть Варт. И Шачло должен ставить собственный Сентрик. Ну и Хвосту неплохо бы напрячь Шачло. До того, как Тараканы над... Все, в принципе, теперь точно все Шачло понимает. Сентри пока не ставит. Еще и Стан пошел по Шачло. Хвост будет ли разрезать Бруду? Нет, не разрезает. Ну и что Бруда? Почему скучаем? Что с Вардом не так? Странно. Но Шачло не выпиливает. Вард никоим образом, может, не до конца разобрался с тем, что происходит. На мидлейне Райз пополняет себе Боттл. По-моему, там руна какая-то была, да. Бессмастер иллюзии себе взял. Дэнди Санейка здесь еще и от Райза умудряются просесть. Смотрится это не очень приятно. Фанник 9 на 4. Артстайл 0-0. По крипам, по фрагам. А вот умереть Артстайл здесь может 100%. Дикей сразу по двоим. Причем дважды у Артстайла много ХП. Но Рокет Бараш вряд ли Артстайл здесь переживает. Минус. Еще один фраг для команды Бейсик Леонон. И Гирокоптер зарабатывает первое убийство для себя. Фанник 11 на 4. Его поставили здесь фармить. Фанник на самом деле по фарму не очень смотрится. 13 на 4. Ну, даже близко не топ. Крипстат на карте. Дэнди 14 на 4. А вот тот, кто должен фармить, фармит Хвост. Хотя не будем забывать, что Хвост и Тараканов здесь подфармливает. Это не самая большая прибыль. В любом случае, у Кентавра 20 на 5. По статистике... По статистике Хвост на первом месте. По Нетворсу на первом месте у нас идет Шачло. Ну и борется здесь с Эрайзем. Санейко пытался поймать Шачло. Шачло из Кенетик Филда ушел. Ну и все, пошел Сандер Страйк от Дизраптора. Будут стараться накалять Шачло всеми возможными методами и способами. Опять Санейко под ноги вынужден ставить Кенетик Филд, просто чтобы защититься от Спайдерлингов. Согласитесь, игра скучновато идет. Мало что интересного. Мало выходов. Никаких вменяемых ганков нет. Как загангать Бруду вообще? Сейчас непонятно. Санейко пришел. Санейко ушел. Ганг просто на 5 с плюсом. 2 Кенетик Филда, чтобы просто себя спасти от Пауков Брудмазеры. И ушел хилиться на базу. Санейко, конечно, тут по всем проседает. По всем параметрам. 390 его Нетворс. Смотрится это не очень. 29 фрагов есть у Хвоста. 29 килов. 29 крипов у нас у Хвоста. 23 у Фаника в это время. Атака Бессмастер у нас развалил в это время Санейко. Санейко, куда ты вообще прилетел? Санейко на мидлейне у нас слился и уходит у нас Райс на хосте из файта. 5 левел Бист. Немножко совсем не хватает до появления Праймал Руара. У Дэнди та же история. В принципе, примерно одинаково по XP идут. Огр Мак в это время по лесу, я так понимаю, мультиспаунами занимался или что он там делал? Нет, просто сливался Герокоптер на топ лейне забирает Queen of Pain. Теперь и Фаник отдается у нас. Еще и их в мидлейне отдается у нас Пугнадо. Что такое? Команда Нави по всем фронтам разваливается. Basic Unown 5-0 уже издеваются над Нави. 2500 по голде, 500 по экспириенсу. И как-то Нави тухловато смотрится. И хвост уже не так уж и фармит. Ну что, первый фраг возможен. Кинетик Филд ставят. Шачло закрывают в Кинетик Филде. Удар еще один от хвоста. И зарабатывают первый фраг игроки команды Нави. 520 голды, 580 экспириенс. Дорогой фраг. Как колбасит хвоста, когда С клацаешь. Дэнди на Пугне. Уже приобрел себе Боттл. Есть у него Тапок. Есть, ну, Талисман. Ну, и шестой левел тоже есть для Дэнди. Безусловно, плюсик. Ну, вот посмотрите на Битсмастера. У него уже 7,5. У Дэнди только-только шестой насобирался. Эрайз смотрится на ура вообще. Здесь Эрайз резолюшена прям имперского напоминает на Бистмастере. По фарму не проседает рейнджевому герою, который стоит против него на линии. Идет через Кабана, через Байлд Эксис, через Праймал Роор. Ну, глянем на Биста. Стандартная схема, в принципе. Некрономиконы появляются на Бистмастере. Постепенно осталось на рецепт на фармите Райзу. Ну, где-то минуты к десятой, может быть, Эрайз уже будет с некрами первого левела. А это уже неприятности. Шачло в это время шестой с копейками. У хвоста уже восьмой. Даже начинает девятый здесь. Появляться. Ну, и в это время Эрайз забирает у нас пугну. Да, Дэнди, конечно, вообще не очень смотрится. 0-2-0 счет. 27 на 11. У него крипстат. Дэнди здесь и по фарму, и по левелу, по всем абсолютно фронтам проигрывает Эрайзу. Эрайз у нас 3400, даже 3500 имеет по Нетворсу. У Дэнди 1900 по Нетворсу. Ну, и 1500 Basicly Unknown по голде выигрывают по экспириенсу. Нави пока еще впереди, но графики движутся в сторону Basicly Unknown. Санейка приходит на мидлейн. Будет помогать Дэнди или я даже не знаю. Хвост с Ван Гвардом. Уже есть Транквил Буци. Ну, и все. В принципе, на этом Кентавр по шмоткам больше ничего не нафармил. У Геррокоптера, в свою очередь, уже есть Фейс Буци. Есть Рингов Базилус. Выйдет в итоге в Аквилу. Так, Эрайзу у нас видят. В Астрал отправляет его Дэнди. Дэнди в Сайленсе. Убивают. Нет, Бесмастера у нас не убивают. Забирают у нас Скайра Смага. В этом фате. И забирают Санейка. Игроки команды Basicly Unknown. Эрайз уже Dominating Streak имеет. Через Кабана. Просто задамажил у нас беднягу Санейка. Дезраптор второй раз сливается. Ну, хорошо, что хоть мидера не потеряли игроки команды Na'Vi. Дэнди на этот раз не погибает. Ну, и каким-то чудом удалось Бесту спаститься от смерти. Dominating Streak уже для Бестмастера. И по фарму он немножко совсем отстоит от хвоста. 300 голды. Это действительно мало. Вот Мейн Керри, который, по сути, стоял без какого-то сопротивления. Хвосту вряд ли там сильно шачло мог помешать. Да и появляться, даже вылазить из паутины шачло не рекомендовалось на той линии. У Бруды 1000 голды. Есть Soul Ring. Есть Boots of Speed. Есть Stout Shield для Брудмаза. Ну, как видим, сложная, в принципе, точнее, линия, на которой стояла Бруда. Артстайл у нас ловят. Артстайла разваливают. Сайленс у Скайр Смага. Томб Стоун от Артстайла перед уходом. Ну, возвращает назад Скайр Смага. Скайр Смаг 100% здесь должен погибать. Налог ЭП Скайр Смаг. Но под Тамбой, в принципе, ему не уйти. Стомбит провязал у нас хвост. Дэнди дальше за Нико. Ну, и Нико, скорее всего, разваливается. Да, пуг на даблкилл в данном файте. Дэнди уже заработал неплохо по денежкам. Райс пишет, что у него лаги. Бывает такое, да. Бывает. Незер Бласт уже четвертого левела для Дэнди. Плюс Астрал от пугны. Понятное дело, что Герокоптер тут со своим количеством хеллспоинтов и с абсолютным отсутствием артефактов на ХП рассыпается просто в щепки. Да и сам по себе Герокоптер не самый жирный герой в доте. Поэтому тут непросто пережить рассказ тут пугны. Ладно, давайте по вещам пробежимся. Пока у нас пауза небольшая. ПТ, Боттл и Ринг оф Протекшн у нас для Квапы. Дизраптор без ничего. Санейка тут в полнейшей печали. 1300 на руках у Дэнди, Бутс оф Спид, Боттл и Нул Талисман для пугны. У Хвоста уже после Бангварда 1000 золота на руках. Скорее всего будет выходить в Даггер. У Андайенга, на котором играет Тартстайл. Счет 0-2-2. Манга, Мэджик Стик, Бутс оф Спид и Бутылка на Атхилл. Ничего интересного совершенно. Бруду мы с вами видели. Скайрос Мак вообще печальный Нул Талисман, разве что. Огр Мак тоже без чего-либо интересного. Сейдж Маск и Орпу в Веном есть для Огр Мага. Ну и Герокоптер, Фейс Бутсы, Ринг оф Базилус. В принципе сейчас Аквилка появится. И Бистмастер практически насобирал на рецепт Некров. Ну ладно, есть же вариант перемотать эту ерунду. Все, продолжается файт. Ставит Вард здесь Дэнди. Все в принципе бессмысленно, потому что никто файтится против Дэнди здесь и не собирался. Незер Вард даже не отображается. Ладно, это его личное дело. Ну и все. Дэнди через Незер Бласт будет пытаться здесь спушить Тауэр. Близко пока что никто из игроков команды Басик Ля, но он не подходит. Втроем игроки команды Нави здесь. Ну и если останутся здесь втроем с пачкой крипов, в принципе Тауэр этот забирать должны. Падают очень быстро крипы от Незер Бласта, поэтому для Дэнди не проблема. Все, оранжевой упал. Милишных очень сильно продамажило. Ну и Дэнди здесь не только. Потому что Тауэр может еще и неплохо подзаработать. Стамонен уже здесь. Здесь Пью Ривел. Вдвоем-то они не разберут. Надо никого из состава команды Нави. Необходимо подойти еще кому-либо. Ника уже здесь. Уже есть у него Аквила. Так, пошел у нас файт. Ловят Стамонена. Ну и на лоу ХП здесь Огрмак. Фанинг задувает спину Соник Вейв. И Ника готов файтиться. У него есть кулдаун. Ника может подраться. Просто с Ника никто драться из коллектива Нави не собирается. Дэнди отсюда уходит. Дэнди идет на собственный фонтан. И пешком-пешком-пешком на мидлейн. В это время Артстайл здесь пытается получить шестой левел. У него это получается. На самом деле это совсем не сложно было постоять рядом с крипами. У Бестмастера уже есть Некрономиконы первого левела. Кабан четвертый. Вайлд Эксис четвертый. Праймал Руар, разумеется, первого левела. Бист. Серьезное оружие в руках команды Бейсикли Анноун. Еще и посмотреть на Кэда Абиста. 4-0-2. В общем-то неприятности он много доставил команде Нави на ранних минутах. Но вроде как в себя Нави пришли. По золоту Нави, проигрывая 2,5 тысячи, сейчас уже в плюсе 600. По экспириенсу Нави полторы тысячи выигрывает. Это известная история про Нави, которые фармят лучше всех в Европе. Которые, несмотря на то, что могут проигрывать по фрагам, по фарму в принципе не сливаются. Где они берут деньги, никому непонятно. Так смотришь, вроде и на линии тут Санейка полтора часа не было. И минус один вообще здесь был по фарму. Арт Стайл впитывает в себя Мистик Флеер, разваливается на Мид Лейне. Санейка где-то там тоже умирает. И Фаник улетает отсюда. Здесь через кулдаун. Ника забрал у нас Санейка на Мид Лейне. В свою очередь потеряли Арт Стайл. Нави 10-5 становится счет. По итогу этого файта, по итогу этого файта, 800 голды Байсикли Анноун зарабатывают. И тысячу с копейками по экспириенсу. Видим графики. Графики поползли в сторону команды Байсикли Анноун. Все, что Нави тут непомерным трудом вообще выигрывали. Все уходит в никуда. Кстати, не стоит забывать, что Пугна нереальный вообще контрпик против Скайра Смага. Все это из-за Мистик Флеера. Да, Мистик Флеер, который требует 800 маны, которые наносят столько же, по-моему, дэмэджа, да? Ну, много, короче говоря, дэмэджа наносит вард 1.75, да? Ну, то есть, понимаете, да, что там тысяча... Где-то 1400 вливается в Скайра Смага при третьем ульте. У Скайра Смага сроду такого количества хп не бывало, поэтому если где-то под вардом дать ульту Скайра Смагу, у Скайра Смага не будет. Это факт. 13 минут сыграна. По голде Байсикли Анноун выходит вперед. По экспириенсу Нави на 600 опережает своих оппонентов. Игнает под Дэнди. Ну, вовремя стомпит юзайд у нас Кентавр. Хвост, в принципе, спасает своего мидера. Дэнди умирать нельзя. Уже не то время. 13-ая минута прошла. А вот 14-ая минута у нас на карте. И умирать мидеру по КД это немножко нелепо. У хвоста уже есть Даггер. Есть Ван Гуар. Также есть Транквил Бутс. Хвост, в принципе, врываться может куда угодно. Пошла ракета у нас от Нико. Ракета первого левела, поэтому даже не сильно хвосту здесь достанется. Хвост даже не реагировал. Шачло подходит. Ульту Шачло не юзал еще. Глимсует Шачло назад. Нет, это Ника глимсует назад. Хвост у нас через Солури пытаются выхилить хвоста. Надо забирать этих маленьких тварей. Забирают у нас в итоге всех пауков. Теряют Санейка. Пошла дальше погоня за Стомоненом. Стараются раздамажить его, но он настолько жирный, что... Какая-то шутка должна быть. Стомонен настолько жирный, что даже не почувствовал тот дэмэдж, который с руки попытались влить в него игроки команды Нави. В итоге теряют Санейка. 0-4-3 идет саппорт команды Нави. И никого не убивают. В плюс для команды Basic Leon подрались. Хорошо для команды Нави то, что не умер хвост. А хвост пошел умирать в другом месте. Не здесь, так попозже немножко. На руне у нас в итоге слился хвост. Так хорошо эта руна регенерации смотрелась. А в итоге потеряли оффлейнера, потеряли мейнкерри и потеряли саппорта. На легкой линии игроки команды Нави. По итогу этого файта подрались 1 в 3. 1 в 3, я говорю. Где артстайл? Артстайлы не отображают. Короче говоря, все в плюс для команды Basic Leon. Но смотрим на графики и понимаем, что движение все в пользу болгарского коллектива. Украинцы начинают проигрывать. И это более чем ощутимо становится. Да, по голде Нави уже 500 сливаются. По экспириенцию 1000. Огрмак в это время забирает пугну. На мид лейне разваливается у нас Дэнди. Ну, это бестмастер. Это все бестмастер, который кричит, который моментально юзает некров. И там дальше бедняга пугна рассыпается. И в это время Брудмазер у нас на топ лейне забирает еще и Дизраптора. Санейка сколько можно остановить. За хвостом дальше Шачло. У него нет маны на ульт. Ну, в принципе, есть Солринг. Просто провязать ульт не проблема. Будет для Шачло. И лупят по хвосту. И хвост бежит. С Томпит юзает хвост. Старается уйти. Солринг пошел от Артстайла. Шачло включает ульт. Начинает отъедаться с Артстайла. Ну, и здесь уже Томпсон стоит. Шачло отсюда уходит. Повезло хвосту. Главное не сходить куда-нибудь опять на руну. Хвоста крутой хапориген. 20 в секунду. Это вроде все классно. Но хвоста, мне кажется, сильно много здесь. Слишком много самоуверенности. И верой в то, что хвост у нас по сути неуязвим. Нет, это не так. И хвост уже сливался на нижней руне. И это уже пошло в минус команде Нави. Об этом все знают. Ну и Санейка еще раз умирает. Сколько ты будешь это делать, Санейка? Сколько захочу. Санейка 0-6-3. Фанник гонится за Курьером. Курьер команды Рейдиан. Команда Basic Unknown здесь сливается. А Фанника, в свою очередь, за Курьера наказывают. Скайросмак забирает этот фраг. Опять же был бессмастер. Опять же пришлось нарать бессмастеру на свою очередную жертву. 5 киллов, 6 ассистов. И Райс отыгрывает просто великолепно. Великолепно. 3,5 тысячи по золоту Basic Unknown. 3,5 по экспе. По фарму на первом месте Кентавр. Но Шачло не сильно от него отстает. Еще Чужие Лиса начинает выфармливать Шачло. И чуть-чуть совсем. Еще один Крипок и... Шачло у нас обгонит хвоста. Дальше идет Райс. Дальше идет Ника. И только потом Дэнди. Дэнди на пятом месте по фарму. Квапаут Фаника на шестом месте. Шачло уже впереди. Топнул по всем. Разрезал. Теперь у нас впереди хвост. Нави по своему лесу еле ходят. Все тут в паутине Шачло. Абсолютная блеотина они. С точки зрения эстетики абсолютно все. Все вообще загажено тут Шачло. Смотреть некуда. Давайте переключаться на нижнюю половину карты. Тут как-то вот посмотрите красиво. Деревья растут. Травка зеленая. А здесь все в паутине. Все мертвое. Спасибо тебе Шачло большое. Постримили доту. Ну что. Пошел у нас кулдаун от Гирокоптера. Никона. Лоу ХП. Хвост может его здесь разобрать. В принципе должны вместе с Артстайлом забирать его. Артстайл на Лоу ХП. Хвост тоже. Но живые. Живые. И забрали мейнкерри команды Бэйсикля. Но. Санейка. Не успел тут прийти и умереть. Странно даже. Даже странно. Дизраптор. По-прежнему с одним несчастным тапком. Ну тут проблема у Санейка. Вы видите. Что по счету 0-6. Даже без намеков. На то чтобы выжить в каком-нибудь файте. Если только не 5 в 1. И то иногда умудряется Санейка у нас слиться. Санейка пошел у нас на топ лейн. Дефать. Будут пытаться поймать Шачло. Шачло произвал ульт за Фаником. Фаник ловит стан. Ну и Фаник скорее всего здесь отъезжает. Огрмак забирает этот килл. С Игнайта у нас догорел Аквапа. Дальше за хвостом. В это время вниз у нас летит Нико. Разваливают. Арт стайла внизу. Ну и на топ лейне Санейка в соло. И не знает куда деться. Взрослые все ушли. Оставили одного Санейка. Санейка в панике по таврам. Есть здесь бруда. Нет здесь бруды. Откуда он знает. А если есть что ему делать. Просто посмотрите на тело движения. Дизраптора. Да я понимаю что это обычное движение. Но в концепции. Чего то по убийствам и смертям Санейка. Смотрится немножко странно это. Причем надели на него все. Броню надели. Крутой шлем. Тут супер доспехи. Лишь бы тебя не убивали Санейка. Санейка как всегда. То в люк провалится. То птица унесет его. У бруды. 2 500 уже на руках. Появляется ultimate orb для Шачло. Даже не знаю куда это. Это вполне может быть что для. Ладно. Посмотрим что там Шачло будет делать. В принципе если будет много денег у бруды. Собрать например. Собрать например тот же Хекс. Для бруда это не проблема. Во первых для команды полезен. Во вторых бруда и без каких-либо артефактов. Благодаря ульте имеет достаточное количество демеджа. И под сейф Нейки сама себе организовать может. То есть просто уйти в инактив какой-то вебе. И перестоять переждать. Весь рассказ. Ну и скорость бега. Всего у бруды навалом. Там где Шачло там паутина его. Там где паутина там Шачло. Относительно в безопасности. Ну и за всю игру Шачло всего лишь один раз слился. Что уже свидетельствует о многом. Видят Эрайза. Моментально под ноги Статик Шторм от Санейка. Эрайз кстати невероятно долго в этом файте еще жил. Пошла у нас от хвоста. Пошел у нас Кримзон Гвард от хвоста. Не спас. Ни Артстайла, ни хвоста. Забрали Эрайза. Потеряли двоих игроков. И Санейка на лоу хп. Беги отсюда. Дизраптор бегите глупцы. Дизраптор лучше бы уйти отсюда. Все Статик Шторм и Кинетик Филд был вкастован. Глимс тут никому нафиг не нужен. Фаник у нас ловит Сайленс, ловит Стан от Станомена. Должен в принципе выживать. Хотя никому Фаник ничего не должен. Фаник отправляется в таверну. Три человека теряет Нави на ровном месте. Они по голде уже проигрывают 7 тысяч. По экспириенсу они проигрывают 8 тысяч. И всего-всего-всего-всего навалом у команды Бэйсикли Анноун. Ну и пожалуйста. 2 500 уже на руках у Шачло. После появления Ultimate Arba. Сейчас глянем, что там Шачло по плану себе будет приобретать. Уже, кстати, лишнее себе позволил. Mask of Madness есть. Для Брудмазер. Soul Ring. Hand of Medas. Золото рекой течет для Шачло. Ну вы видите. 11 тысяч Net Wars. Хвост, который вроде бы на равных шел с Брудой. Теперь 9 тысяч. Отстает на 2 куска от Бруды. Ну и у Дэнди 8700 выходит Дэнди у нас на 4 место. И Райзет отодвигают на 5 позицию по Net Wars. Команда Бэйсикли Анноун смотрится классно с данным пиком. Он нестандартный. Он непонятно каким образом его контрить. И непонятно каким образом его контрить данным пиком. То есть, пожалуйста, тебе Пугна, Мидлейн. Кентавр, который у нас с Мейн Керри, который юзает Кримзон Гвард и сливается. Это при том, что с Эрайзом дрались под статик штормом в Кинетик Филде. Там вроде Эрайз должен сам по себе был разваливаться. В итоге налетела у нас гоп-компания команды Бэйсикли Анноун. И ни хвоста, ни арт-стайла, прям глыбы дота-сцены, никого вообще не осталось. Ладно, давайте по вещам пробежимся. У Гирокоптера прилетает БКБ Нико совсем недавно. Яша есть 1100 на руках. У Огрмага уже есть Пойнн Бустер, уже есть Огрклаб. Готовится выйти в Вагоним у нас в итоге 100 манен. Скайросмаг приобретает себе Огрклаб. Есть Пауэр Трэдс. Я думаю, что Скайросмаг у нас, скорее всего, в БКБ отправится. Это все... Нет, это все бесполезно. Незервард тут не заблочит никоим образом. Так, у Бруду мы с вами видели. 3300 на руках у Бруудмазер, пока ничего Шачло не покупал. Ему и так комфортно фармиться. Андай. Так, команда Нави под Смаком на мидлейн. Хвоста увидели. Скайросмаг знает, где команда Нави. Фаник у нас ловит одну ракету. И на половину ХП проседает Фаник. Эрайз на лоу ХП. Ну и дальше просто от Незерварда развалила у нас Эрайза. Пугна забирает Бестмастера. Арт Стайл, в свою очередь, Огурмага забрал. Пока что 2 в 0. Дальше пошла погоня за Шачло. У него нет маны. Можно бы чем-то его поймать. Хвост будет ли прыгать? Хвост прыгает у нас на хайграунд. Сразу же ловит станд. Солд Рип у нас на хвоста. Фаник на лоу ХП под Мистик Флеером. Разваливается у нас Фаник. Пью Ривел уже килинг с пристриками. У Арт Стайла скоро закончится ульт. Все, ульт окончен. Нико ловит у нас хвост. Разрезает его. Скорее всего, Пью Ривел отправится у нас в таверну. Минус 4 делает Нави. В размен на одного Фаника. Но Фаник в этой игре получился диким доходягой. Не страшно вообще разменивать Фаника. По итогу этого файта подрались 4 в 1 Нави. 3100 по золоту, 6800 по экспириенсу. Все прям на заглядение хорошо вышло. Единственный, кого не убили в этой драке, это Шачло. Как был у него 2-1, так и остался. Ну и выходит у нас в скаде все-таки Шачло. Приобретает свой второй алтимейт орб, поинт бустер. И в стэше у него лежит орбов вином. Бруда будет теперь не только сильной, но еще и жирной. Смотреть противно. Да, Нави тут положение свое по голде и по экспириенсу немножко исправили. Проигрывали 10 тысяч, сейчас 6. По золоту проигрывали 9. Сейчас где-то 7 тысяч для Нави. Тоже поражение, конечно, но лучше, чем то, что было. Шачло уже в курьере летит. Готовый авиа в скаде. Ну и Бруда, кстати, заметьте, без Оркида. Без Оркида, потому что есть здесь Кайросмак. Дерутся, Бейсикли, Аноун в основном вместе. Они знают, против кого играют. И лучше бы... Лучше бы... Не распыляться, если файтишься с Нави. На Рошана Бейсикли, Аноун у нас заходят. Нави пока что на собственном хайграунде. Шачло подпушивает топ-лейн. Отвлекает, в принципе, внимание. Ну и Бейсикли, Аноун на Рохе. Никто об этом не знает, хотя вот попинговали. Вроде бы Дэнди попинговал на Роху. Но переместиться туда ни у кого не получится. Роху отдают игроки команды Натус Винцер. В это время Шачло немножко подпушил линию. Отвлек на себя всю команду Нави. Пятером здесь все хвост. Пошел у нас Крипов фармить. Фаник ему помог. Фаник уже здесь с Аганимом. Уже кулдаун 40 секунд. Поэтому Фанику, в принципе, тут фарми не хочу. Пачки Крипов будут сливаться достаточно быстро. Как там с Некрами Дэнди? Третий Некра уже для Пугны. Есть у него Огр Клаб. Дэнди у нас то ли в БКБ выходит, то ли в Аганим. Сейчас узнаем. У хвоста есть Аганим. Теперь вся команда Нави тут может бегать по любой вообще территории. Стомпит позволяет носиться где угодно. То есть по горбам, по деревьям, по клифам, по рошану. Где хочешь вообще. Бегай, бегай. Просто как сумасшедшие, как летают курьеры. Так что хвост тут полезное дело для всей команды. Ну все, побежали. Через деревья, через всех. За Шачло отличный ульт от хвоста. Великолепный ульт от хвоста. Шачло в панике. Шачло не знает, что делать. Ну ладно, пойду пофармлю Крипов. Подумал Шачло. О, летит Метеорит. Пойду поем. Все, Шачло переключается на Крипов. Ему вообще фиолетово. Поставил Спайдерлинга. Если вдруг кто будет идти, никто не будет идти. Нави закрываются у себя на хайграунде. По золоту Нави проигрывают 7000. По экспириенсу 5 с копейками тоже проигрывает Нави. Не знаю, насколько это олдскульная шутка про Инвокера, но по-моему она в топе на сегодня. У Инвокера самая тупая ульта. Он просто читает книгу. Ладно, переходим к матчу. Что у нас по матчу? У нас 7500 проигрывает Нави по золоту. 7500 проигрывает Нави по экспириенсу. И Бэйсик Леонун уже пасутся под хайграундом команды Натус Винцер. Фаник пришел тут подхилить, ой, подхилить, подсейвить собственный лайн. Кроме Фаника никого здесь толком и нет. Хвост у нас занимается фармом меншентов. Санейка пришел. Еще один корм для команды Бэйсик Леонун. 1-6-7. На данный момент идет Дизраптор. Ну, кстати, уже Медальонов Кураж собрал здесь Дизраптор. Есть у него Уронов Шадоуз. 7 ассистов, как-никак, но и деньги здесь капают чуть покрупнее, чем в ранних этапах. Улетает у нас Хвост. Делает тэп-аут по-быстренькому под собственный фонтан. Шачло продолжает фармить. У него 15000 уже на руках. Общий Нетворц. У него 3300 есть по золоту на руках. То есть сейчас будет появляться иглсонки. Я думаю, дальше Баттерфляй. Дальше не пойми, что вообще с Брудой делать. У Гирокоптера, в свою очередь, уже есть Сенжин Яша. Есть БКБ Ринго Факвила. И 200 на руках у Нико. Огр Маг. Есть Пойнт Бустер. Есть Огр Клаб. Есть Ставфу Физердри для 100 Монена. И совсем немножко. Тут 250 остается до появления Ганима. Скайрос Маг. Скайрос Маг 1900 на руках носит. Больше у Пью Ривела ничего интересного не появилось. У Андаинга. Глиммер Кейп. Арт Стайл у нас. Арт Стайл у нас Гвардиан Грифс пока что не варит. Без него обойдется. Ну и появляется Огр Клаб для Арт Стайла. Думаю, в принципе, может быть и Аганим будет на Арт Стайле. А может будет БКБ вещь, в принципе, нужная, полезная. Простоять здесь в мультикасте от Огра. Вообще никому не хотелось бы. Тем более в двух... Еще в двух фаербластах. Но это перебор полный. У Кентавра есть Аганим, есть Даггер, есть Кримзон Гвард и Огру прилетает Аганим. Так, видели мы Арт Стайла Пугна с Меккой. Пугна с Аркан Бутсами. Вот Дэндит из тех, кто Гвардиан Грифс, я думаю, может себе дособирать. Сколько он тут стоит? Рецептик. Какие новые шмоточки? Так, рецепт 1650 для Дэндит. Ну, пока что для него есть Огр Клаб, есть Пуинт Бустер, может быть, Дэндит попозже Гвардиан Грифс соберет. Сейчас дотарит себе Аганим. Шачло здесь не видит или видит. Гем есть ли? Поставили в Арт. Шачло по-быстрому в кусты, валит отсюда, Курьера должны сливать. Курьера добивают, а теперь могли бы переключиться на Шачло. Пошли Некра. Шачло юзает БКБ, начинает драться со всеми вместе. Ульта пошла у нас от Фаника. Половину ХП сливает Шачло на Арт Стайла. Кулдаун здесь от Ника. Откуда вообще команда Basicly Unknown здесь оказалась? Мистик Флеер по хвосту. Хвост в таверну. Шачло тоже в таверну. Пока что файт 2 в 1 в пользу команды Basicly Unknown. Санейка по кустам. И правильно. Дэнди отсюда валит. За Дэнди у нас ракета. Дэнди пытается сделать тэп-аут. И успевает. Ракета разворачивается. Полетела на базу. По итогу этого файта 2 в 1 подрались. 829 по голде зарабатывает команда Basicly Unknown. И 3400 по экспириенсу для них. Летит ракета. Если можно было усилить ее миллиард, наверное, дэмэджа была в Дэнди. Дэнди седой стоит на базе. Думает, убейте эту ракету. Сделайте что-нибудь. 2613. Нави плывут в неизвестном направлении. Дерутся не очень. Перефарм у команды Basicly Unknown чувствуется. Эту бруду разбирали просто всей толпой. И полтора часа пытались разбить у нас Шачло его Шачло. И очень долго били. Очень долго. Ой, рази. Третий Некра, Блинк Даггер и Бутсов Тревел первого левела для Бестмастера. И Агани появляется на Дэнди. Сосать, не пересосать. Теперь можно, в принципе, уже и Гвардиан Грифиста собирать Дэнди. Вещь полезная. Очень даже полезная для Кентавра конкретно. Ну и Кентавру очень бы не мешало, наконец-то, собрать себе Тараску. Но хвостам не так много денег. Хотя 2000 наличка есть. В принципе, немного тут до Ривера осталось. А там, глядя, и само по себе накапает. Ну что, если Шачло увидят, Шачло должны забирать. Есть гем. Ну, Шачло здесь, скорее всего, убивают. Хотя Шачло еще тут попытался развернуться. Фаник на место быстренько поставил Шачло. Через Соник Вейв развалили бруду. Это еще Соник Вейв второго левела. Пока что 16-й только-только у нас на горизонте для Фаника. Нави по легкой линии не снесли до сих пор Т1. Жесть и унижение. По нижней линии снесли. По мидлейну снесли все. Вплоть до хэкграунда. По топ-линии легкой для команды Нави к Тавру только чуть-чуть подходили. Ну, сейчас, понятно, это не проблема. Нико готов файтиться. Все быстрее из-под кулдауна. Сонейка, скорее всего, заберут. Сонейка миллионный раз в таверну. Фаник тоже в таверну. Ну, и уже минус 3 делает команда Basicly Unknown. Трипл килл от Геррокоптера. Нико просто тут озолотился полнейшим образом. Зарабатывает Нико в данном файте 930 голды. 2300 экспириенса поднимает Basicly Unknown. Ну, и Нави бежать. Бежать отсюда 7-мильными шагами не нравится им. Файтиться с командой Basicly Unknown. Их можно понять. Они намного слабее сейчас по запаку. Не только по запаку, но и по героям. Нави должны врываться и как-то по одному разрывать то одного героя, то другого. Какого-то серьезного масс-демеджа попросту нет. Ну, заорет квапа. Допустим. Ну, хорошо. По 450 минус МДФ. Подумаешь. Снесли там. Ну, 300 максимум Basicly Unknown. Пускай потеряет. Вот. А так, чтобы как Нико стать и просто, как Джон Рэмбо в фильме «Первая кровь» стоять и толпами выносить всех. Нет. Этого не может быть в принципе. Ну, 100 маны нас здесь вернули назад. Кенедик Филд поставили. Еще и хвост топнул на него ножка и разобрали. В итоге у нас Огрмага. 10 тысяч по золоту Basicly Unknown. 10 тысяч даже больше по Экспириенсу они. Но Na'Vi не сдаются. Было бы смешно, если бы в команде Basicly Unknown сдавались Na'Vi. Кому бы они вообще тогда сдались, если бы так сдавались? Фаник. С БКБ наконец-то. Queen of Pain. Есть Аганим. Теперь не страшен будет Pure Evil, потому что один несчастный доходяга Скайросмак мог полностью... Ой, как красиво вилял у нас Скайросмак между елками. Скайросмак, один несчастный, может нейтрализовать у нас такого героя, как Queen of Pain. Просто одним единственным сайленсом. Понятно, чем сбрасывать сало героям. Либо это Манта Стайл, либо это БКБ. Ну, Манта Стайл собирать на Квапу немножко не то. Дэнди подкинил Фаника. Какая хорошая, дружная команда. Какие умницы эти Na'Vi. Правда, проигрывают 11 тысяч голды и 11 тысяч экспы, непонятно кому, но... В целом дружны и... Очень даже с радужными перспективами. Хвост. 3 600 есть на руках. Ривер пока что не появляется. У Кентавра ни Ривера тебе, ни тебе Керасы. Но, наверное, все-таки в ХП лучше идти Кентавру. Как-никак здесь есть ретерн, который зависит от силы. И чем больше силы, тем... Тем больше возвратки. Ну, теперь Ривер, я думаю, Хвост купит. Да? Нет? Да? Да. Хвост покупает себе Ривер. И еще остается 1400 где-то до появления Хартов Тараск. В общем-то, не так много на 37-й минуте. Тут 3-4 минуты. Просто дайте Хвосту выформить 2-3 линии. На подходе к хайграунду все будет. Давайте по вещам пробежимся. Тысяча голды на руках у Артстайла. Как был такой набор артефактов, так он и остается. Купи что-нибудь, Ваня. Артстайл просто пришел посмотреть. Это я в детстве так все время приходил в магазин и мог часами стоять смотреть что-то. Вы покупать будете? Нет, я просто посмотреть. Ну и Артстайл подошел к секрет-шопу. Ну что ему покупать за тысячу в секрет-шопе? Купить себе 3 орпов вином и жонглировать ими. Разумеется, у Артстайла тут провал полнейший. По Нетворсу он второй с конца. Проигрывает ему только Санейка. Санейка, мне кажется, рыбом здесь на руне даже проигрывает по Нетворсу. И то больше им накапало. Санейка, конечно, у нас за чертой бедности. Тут даже шутить об этом, мне кажется, грешно. Кентавр. Вот главная вообще ударная сила команды Нави. И чем быстрее Тараска появится у нас у Кентавра, тем лучше будет для команды Нави. Дэнди отхиливается Нейка. Ну это просто оторви и выбрось. Колдаун пошел на сот Нико. Нико под БКБ. Хвост юзает стампит. Вся команда Нави в рассыпную. Кто бежать, кто ТП-аут. На топ-лейн побежали. В это время Шачло со своими друзьями маленькими. Вместе с бестмастеровыми Некрономиконами спушили Т3 по мид-лейну. Пока хвост отвернулся, пока взрослые ушли с базы, команда Basicly Unknown зашла и спушила Т3. Теперь можно потихоньку заходить и ковырять, например, рейнджевой барак или милишный. Если вас много, без разницы. На Роху выходит команда Basicly Unknown. Санейка, скорее всего, перед смертью дает статик шторм. Санейка разорвали. Pure Evil тоже у нас должен, в принципе, отъезжать. БКБ у Скайра Смага. Откуда деньги? Хвоста подхиливает здесь Дэнди с хайграунда. Пошла ульта у нас от Квапы. Хвост двоих ловит. Это Райза вместе со 100 нн. Разрезает дальше за хвостом. Ну и хвост на лоу хп. Хотя неплохо еще дерутся. Дэнди выхиливает у нас хвоста. Хвост в итоге сливается. Теряет гем. Два в один подрались. Потеряли Скайра Смага Basicly Unknown. А команда Na'Vi, даже не буду показывать Санейка, покажу хвоста, потеряли мейн керри своего. Тысяча голды для команды Basicly Unknown. Четыре тысячи для Экспириенса. Для них же и падает постепенно топ-линия. Фаник наорал на всех. У Фаника Соник Вейв через секунду шачло будут ловить. Некров провязал Дэнди. Дальше у нас за шачло. Пытается подстопить его. Шачло, скорее всего, здесь заберут. Да, минус шачло. Пугна уже мега килл. Гвардиан Грифс. Гвардиан Грифс. Гвардиан Грифс. Дэнди, помоги своему Кентавру не умирать. Сделай доброй лошадке. Да, Кентавр в итоге у нас слил все деньги. Хвосту теперь еще. Две тысячи собирает до появления Харта в Тараск. Роху потеряли. Нави и Гирокоптер забирает себе Эггис. Рошан упал для Бейсикля. Но он Гирокоптер подбирает себе Эгу. Короче говоря, неприятности уже в полном расцвете. Манки Кинг Барса. Таник и Сэнджин Яш. Игра у нас переходит в дикий лейт. Потому что, посмотрите на часы. 39 минут 50 секунд. С 40-й минуты официально начинается лейт. Это я сейчас придумал и все. Так, Некров у нас разваливает Дэнди. Может себе позволить. В принципе, отхиливаться не вопрос. У Пугны, кстати, появляется Ultimate Warp. Готовится у нас Дэнди, скорее всего, выйти в Хекс. Да, Хексов у команды Нави нет ни единого. А зачем они? Можем взять Санейка. Пусть умирает. У Санейка 1.8.11. Жесть какая-то. Урна в Шадоус тут не пополнялась с момента покупки. По-моему, у Пугны третий Некра. Есть Ultimate Warp у Дэнди. Также 1400 на руках. У Андайинга уже есть Геймер Кейпа. После Геймер Кейпа появляется Point Booster. Для Артстайлок выходит Андайинг в Аганим. У Хвоста 1100 на руках. Хвост должен себе покупать Vitality Booster. А дальше приобретать себе Тараску. И Vitality Booster можно уже сейчас купить. У Хвоста Байбека не будет еще несколько минут. 4.42 не будет еще Байбека у Хвоста. Понятное дело, что стоит приобретать себе артефакты. Своей команде полезен ты больше не будешь. Ну что, Кентавр улетает у нас на собственный хайграунд. Нико заходит на хайграунд. А Дэнди рад его здесь встретить. Так, в итоге у нас Эрайс. Произал Праймал Руар. Произал Рефрешер Орп. И разваливается. Второй раз Праймал Руар не произал. Хвост на хайграунде. Пилят у нас Хвоста. Хвоста забирают. Минус Хвост. Дэнди здесь просто не знает уже у кого высасывать ХП. Забрали Ника. Минус 4 делает команда. Нави и Шачло пытается отсюда свалить. Сюда подошел Шачло. Минус 5 делает команда Нави на собственном хайграунде. Basically unknown тут. Откусили кусок, который не могут проживать. И впятером отваливаются. По золоту 5500 зарабатывает Нави. По Экспириенсу 12100 зарабатывает Нави. Графики сейчас просто в шок всех повергнут. Проигрывали Нави по Экспе 12000. Сейчас посмотрим, что там будет после обновления графиков. Уже 6, но это еще мне кажется не предел. Потеряли только Хвоста. Но оно того стоило. Скажу я вам. 2200 на руках у нас у Артстайла. Можно уже покупать Аганим. Но Артстайл вроде как собирает деньги. Оставляет деньги на байбэк. У Квапы появляется Хекс. У Дэнди тоже уже может появиться Хекс. В принципе 2 Хекса и можно файтиться. Но подпушили игроки команды Нави прям до хайграунда по мидлейну. И уходят. И уходят. И понятно почему. У Андайинга половина ХП и почти нет маны. У Дэнди почти нет маны и фулл ХП. Санейка просто Санейка. Тут лучше без вопросов. Без комментариев лучше просто уйти. Топ-лейн потихонечку сыпется у команды Нави. Остался только рейнджевой барак. Милишные развалили. Мидлейн стоит. Нижняя линия тоже стоит. Шачло тут немного подуспокоился. Ну и не стоит забывать. Шачло тут немного подуспокоили. 2.200 на руках у Брудмазер. БКБ. Есть у Брудны. Мом. А я в скаде. Ну и теперь Мом на Бруде не такая уж полезная вещь. Поймали здесь команду BasicLine Noon на хайграунде. Развалили очень быстренько. Вот кстати что у нас по экспе получается с командой Нави. Выигрывали BasicLine Noon 11, может даже 12 тысяч. А теперь свалились до 2 в поражении. Это 14 тысяч голды за сколько? Минуты за 3 наверное. За один файт 12 тысяч отыграли Нави. А там 2 еще накапало. Ну и готовы Нави выйти на роху. По левелам они уже в порядке. Себя чувствуют. По золоту немного проигрывают. Ворвались в Beast Master. Точно так же как Beast всю игру врывался в команду Нави. Beast T5 у нас не провязал Primal Roar. В прошлом файте он провязал Refresh Roar. И второй раз Primal Roar не смог провязать. И здесь тоже без Primal Roar умирает у нас Arise. Хотя по началу игры конечно сильно он гнобил и Пугну. И вообще всю команду Natus Vincere. Кентавр наконец-то приобретает себе Тараску. Хвост с Тараской без байбека. Правда еще минуту не будет байбека. И остается 1-4-8-1 хвосту до байбека. Так по Нетворцу смотрим. А по Нетворцу у нас Шачло на второе место отправляется. На первом месте у нас Герокоптер. Тоже на самом деле очень неслабо сыпется. Если вдруг на него всей толпой наваливается команда Нави. Дэнди на третьем месте. У Дэнди 19-700. У Фаника 19-650. Хвост идет на пятой позиции. 17-400. Так, Брутмазер. 3-300 на руках. До сих пор не появляется у Шачло никаких тебе батерфляев. Кстати, и у Ника тоже бабочкой не пахнет. В Курьере ничего нет. Ну что, команда Basically Unknown пошла у нас по вражескому лесу. Будут заходить на топ-лайн. Уже здесь Фаник. Фаник ждет в гости любого. У него есть Хекс. У него есть БКБ. У него есть Аганим. Пошли у нас иллюзии Бистмастера. Как страшно. Солар Крест вешается на хвоста. У хвоста 4000 хп. 400 даже для хвоста. Дэнди, собери Гвардиан Грифс. Или скажите Артстайлу, пусть соберет. Артстайл ничего себе собрать не может. У Артстайла Аганим. Кстати, я забыл, что тут Аганим дает. Ага, понятно. Разваливает у нас Скайрос Мага. Загулял немножко Pure Evil. Здесь, ну и быстренько справились. С ним игроки команды Na'Vi. Угу. Ясно. Теперь не важно, кто убивает крипа. Важно, что все хп идут Андаингу. Идут Артстайлу. Все, точнее, крипы в виде хп идут Андаингу. Понятно. Очень даже интересная штука. Шачло. Что-то-то себе приобрел. Шачло купил себе Закрет Релик. А ну-ка удиви нас, Брудмазер. Купил себе Сакрет Релик. Шачло непонятно. Пока что там Бруда планирует с ним делать. Возможно, это будет Абисал Блейд. В общем-то, вещь полезная и нужная. Ну, таким вот образом, изначально мог бы Башер появиться для Бруды. Но ничего подобного Шачло не покупал. А вот Глеб Башер бежит у нас за Шачло. Иди сюда, Шачло. Шачло ловит у нас БКБ. Юзает Шачло. По-быстрому отсюда валить. 1600 на руках у Шачло. Может, кстати, появиться и Родианс к такой-то минуте. Объясню, почему. Дает количество промахов. 17% промахов. Это вещь очень даже нужная. Нико у нас. Встает после Аегиса. Произал Флэг Кэнон. Уже минус 1 делает команда Нави. Все отхиливаются. Нико здесь в хекс-форме. Нико в таверну. Минус 3 делает команда Нави. Теряют только Фанника. Минус 4 делает Нави. С учетом потерянного Аегиса это минус 5. Стономен пытается у нас улететь. Не получилось. Ну и все. А застреет у нас Стономен в итоге. В Кенедик Филде хвост делает риплкил. В этом файте 4500. У хвоста на руках можно идти заканчивать игру. Ну, вот это байбэк. Комбэк так комбэк. 15000 проигрывали Нави по золоту. Теперь. Так, а ну файт рекап успею. Успевать. 4000 голды Нави в этом файте. 12000 экспириенсов в одном файте. Проигрывали 15 Нави. Теперь, я думаю, в плюс выйдут по золоту. По экспе Нави проигрывали 12. Теперь 6. И графики должны ниже спускаться. Сейчас глянем. В итоге. Команда Basic Lionel. Имеет 1. 2. Всего лишь 2 байбэка. Есть они у Гирокоптера. Есть они у Огрмага. Но крипы далековато. Пока что юзать байбэк смысла нет. Линию в любом случае команда Basic Lionel потеряет. Тут как ни крути. Нави ее развалит. Независимо от того, будет здесь Огрмаг с Гирокоптером. Не будет его. Мидлейн в любом случае падает. Внешний тавер есть на топе. Поэтому все три линии не упадут. Ну вторую подковырять Нави могут. Хотя через 9 секунд будет у нас Гирокоптер. Уже есть Бестмастер. Нави разворачивается и уходит отсюда. Забрали линию. Очень много денег заработала Нави за последние несколько минут. С 15 с копейками до 0 скатывается график. И по экспириенсу. Проигрывали 12, выигрывают 10. 22 тысячи по экспириенсу. Нави знали зачем затягивали эту игру. Файтятся они теперь гораздо интереснее. Перефарм. Команда Basic Lionel просто улетает в трубу. Никакого перефарма. Теперь Нави будут давить банком. И я думаю, что с такими героями можно в принципе и пофайтиться. Да, тут есть Гирокоптер, который прям лейт-прилейт. Но Гирокоптер у нас пока что без денег остается. То есть на карманные расходы для Ника тут по мелочи. 4 тысячи есть у него. Есть у него Сатаник. Есть Monkey King Bars. Энжин Яша. Не критично на самом деле. Особенно Кентавру, у которого 28 физдефа. У которого сейчас появится Кераса. У которого есть Тараска. У которого есть куча всего. 4300 хп. Ну, Гирокоптер, не Гирокоптер. В принципе, без разницы абсолютно. Команда Бесиклян Ун уже стесняется даже подходить к граунду команды Нави. Тут в принципе смысла это лишено. Они понимают, что теперь они слабее. Они понимают, что теперь файтятся не варианты, что где-то они свое счастье по дороге потеряли. То есть все преимущество, которое у них было, в никуда отправляется. Поэтому команда Бесиклян Ун теперь вынуждена будет зажаться на собственном хэкграунде. И Нави уже будут диктовать, где, когда и при каких условиях придется файтиться. Еще раз смотрите. 15 тысяч золота проигрывали Нави. Теперь 5 выигрывают. 20 тысяч голды камбэк. По экспириенсу с 12 до 14. 4... 26 тысяч по экспе камбэк Нави. Это очень много. Верьте мне на слово. Что выходит у нас на Т2 игроки команды Нави? В принципе, хвост у Фиолетова. У него есть Тараска. Ему абсолютно классно то, что Тауэр может ему сделать. Тауэр ему по сути ничего не может сделать. Почти 25-й левел у хвоста. Хвост заходит на хэкграунд. Он готов танковать. Не проблема совершенно. 28 физдефа. Есть здесь Кримзон Гвард, если что. Есть Тараска. Всего предостаточно. Кримзон Гвард хвост еще не юзает. Еще и Солар Крест на него вешают. 13 плюс 25. Жесть. 38 дефа у хвоста. Куча хп. Попробуй пробей хвоста. В БКБ заходит у нас 100 монен. Пытается поймать Фаника. Фанику Фиолетова абсолютно на. Мистик Флэр. Ульта пошла у нас от Фаника. Сбрасывают по половине хп. Троим игрокам команды Бесик Леоноуны. Райс. Опять у нас юзает рефрешер Орб. И так и замирает. С открытым ртом. Потому что Праймал Рорб второй раз ему не дают провязать. 100 монена гоняют здесь в Хигсе. Минус 100 монен. Минус. Бистмастер выкупается. У нас Нико. Спускайся. Нико. Тебя уже ждут. Ну и все. Нави выходит на Т4. Хвосту. В принципе все равно что там предложит команда Бесик Леоноуна. Потому что много очень хп. Очень много дефа. Тут еще и Дэнди который нон стоп подхиливает. Нави просто из-под полы вообще эту катку вытащили. Из подвала какого-то они так жестко проигрывали. Их так сильно имели по всем фронтам. И тут на тебе. Такой камбэк при камбэк. Хвост впитывает в себя Мистик Флэр. Кстати на лоу хп хвост. Кто будет хилить хвоста? Никакого спасти рядового хвоста. Выкупаются все сразу. Моментально покупают себе Бутс оф Тревел. И назад файт. Вот вам и хвост. Вот вам Стампид. И за Шачло побежали. Стопят у нас Шачло. Шачло из Кенетик Филда уже не выйдет. Минус 4 делает Нави. Тут минус 100 вообще на самом деле делает Нави. Тут байбэк на байбэке. И байбэком погоняет. Ну и все. И на трон. Без скрипов. Спокойненько на трон развалили команду Бэйсик Леонова. Удивительное рядом. Нави смогли закомбетчить эту катку. Даже как-то приятно стало что ли. До этого Нави смотрелись прям, ну мягко скажем, не очень. И теперь видим что происходит. Да и не видим ничего что происходит. 570 у Брудмазер. ГПМ его хвоста. 583. Разница небольшая. Просто в свою очередь, в свое время Бруду у нас остановили. И Бруда у нас с Сакрит Реликом так и осталась. Ни в какой серьезных артефактов не превратила его. Хотя 5800 было. Там не выпускали с базы. Просто-напросто команду Бэйсик Леонова. Ну что? У нас через 3-4 минуты ответная игра. Команда Натус Винсер против Бэйсик Леонова. Вернемся мы чуть-чуть. Ну я же говорю 3-4 минуты. Небольшая пауза. И вернемся на вторую ответную игру. Для вас работает студия игрокам ТВ. У микрофона друг. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Как платно, так и бесплатно. Как вам в принципе удобно. Как вы считаете нужным. Но обязательно оставьте свой след в нашей студии. Услышимся через 3-4 минуты. До скорой связи. Субтитры сделал DimaTorzok